Добрый день, дорогие друзья! С вами программа «Наш Семьферополь». Сегодня у нас в гостях первый секретарь Крымского Республиканского Комитета Коммунистической Партии Украины Соломахин Олег Андреевич. Здравствуйте, Олег Андреевич. Добрый день, Юля. Добрый день. Те, кто меня видит. Олег Андреевич, Вы выдвигаете свою кандидатуру на грядущих выборах по первому избирательному округу. Я думаю, что нашим зрителям будет интересно узнать некоторые факты из Вашей жизни. Расскажите, пожалуйста, как Вы пришли в политику? Вы знаете, я сейчас не назову это, наверное, то, что я пришел в политику, потому что я в первую очередь пришел на партийную работу. Отстаивать интересы граждан, Коммунистическую Партию Украины. В конце 80-х годов я уже работал инструктором Железнодорожного района Комитета Партии. Тогда я уже отстаивал интересы людей, потому что тогда была все-таки у нас Компартия, это как единственная партия, которая работала на благо людей. Хотя можно сейчас по-разному говорить, и как сейчас скептики говорят, что был тогда Коммунистический режим, я думаю, к этому мы еще вернемся. Я с этим не согласен, потому что тогда все-таки партия работала во имя людей. И люди могли прийти ко мне как инструктору Железнодорожного района Компартии, пожаловаться на любые неурадицы, проблемы и так далее. Если депутат Верховной Ради, то он не политика, считаю. Он туда послан народов, чтобы защищать народ и работать для народа. А у нас это все перебивалось к политике. Вот иначе ты в политике, ты политик. Да, это может уже просто такое слово, оно говорится, я считаю, заезженное. Если ты становишься депутатом, ты в первую очередь идешь не работать в политике, ты идешь работать на благо людей. Если взять мой жизненный путь, то вы знаете, наверное, он не то что был термист, он, наверное, складывался, как у всех советских людей. Я не буду говорить о рождении, родился в городе Херсоне, потому что мои родители, как обычно, по воле судьбы, как это было в Советском Союзе после окончания института, получали распределение и работали на тех местах, куда их посылали. Мы, конечно, сами не крымчане, и все у меня родня коренные крымчане, мы переехали в город Херсон, где я работал. Родился я в городе Херсоне. Но в 1966 году их пригласили обратно в Симферополь, потому что создавалась, я создавал это, наверное, Махина, это создавалась и ферма-стличная отрасль в Крыму. И их пригласили сюда как специалистов, чтобы полностью начинать создавать эту отрасль. Тогда пригласил их Александр Смолянов, который создавал эту отрасль. И они работали потом в МПО «Эфирмасло». И в дальнейшем я тоже 11 лет отдал этой отрасль. И так как сразу не поступил в институт, то пошел работать, я отсюда стоял, я думаю, это было правильно, чтобы я пошел работать в рабочий коллектив, на завод эфиромасличных культур. И я пошел учеником в слесаре инструментарчика. Начинал с ученика. Потом уже получил второй, третий разряд. «Эфирмасло» был призван в Советскую армию. После армии опять вернулся на завод. Ну и после этого я как раз поступил на заочно уже в сельскохозяйственный институт имени Калинина. Как бы опять-таки пошел поступом в рабителем, потому что они тоже заканчивали сельскохозяйственный институт. Но в Советское время была заложена обязательная, как бы даже система, что если ты заочно учился на, уже переходил на четвертый курс, то ты обязан был просто уже работать на инженерной должности. И я автоматически перевелся со следственной инструментарчика уже в ГСКБ, эфирмасло, и стал инженерным конструктором. Ну а дальше как бы жизнь сама, опять-таки, при чем здесь была политика, когда я себя был предположим секретарем комсомольской организации. Я руководил комсомолом по эфирмасло, мы проводили для молодежи поездки у нас, ставились памятники. И вот мной, мы им, мной, как говорится, ассоциативы комсомольцев, потому что мной, потому что вся моя туда себя ездила, даже на Беликопе ставили памятник. Тем, кто впервые вошел в Крым во время Великой Отечественной 44-й год. И мало кто знает, что это была конница, которую практически немцы все положили. Там у нас стоит памятник. И это разве была политика? Это не была политика, это был зов души. Мы отдавали дать тем, павшим солдатам, там памятник ставили Александру Калоеву, он сам осетинец, и мы ездили потом в Тельчири, и встречались с его семьей и так далее. Это опять-таки, это политика нет. Я был секретарем, сходил в состав парткома, эфирмасло, и как-то вот жизнь так вот повернула, что и меня пригласили работать в железнодорожной райкомпартии. А затем, уже работая в райкомпартии, меня уже опять-таки пригласили, без всякого блата, главным инженером на консервный завод. И в дальнейшем моя судьба была все время связана с производством. И это и ферма Юмос была, и консервный завод, я уже говорил, и ферма Юг Москва. И эта ферма Юг Москва, она занималась не то, как сейчас потом пошли предприятия, которые занимались только купли-продажи. Нет. Мы созидали тогда. Тогда еще было то, что люди шли созидать, что-то строить. Мы заключили договор с совхозом лекарственным. В совхозе лекарственном договорились с Сологовым, директором совхоза. Мы засеяли поля гречихой. Представьте, хотя в Крыму гречиха не растет. Поставили свою копорушку, и мы начали выпускать уже гречку. С отходом мы еще держали свиноферму. Мы своих работников обслуживали полностью, не обслуживали, может, неправильно сказал, а обеспечивали их мясом. И дело в том, что все работало, мы гречку поставляли на предприятия, возили по институтам, по торговым точкам и так далее. Но мы это созидали. Потом уже пошло, что начались ломаться предприятия. В основном пошел принцип. Принцип купи-продай, перепродай, и началось это ломаться. Также работал на Крымгослаб и так далее. Так что, понимаете, к политике, наверное, я шел больше не к политике, а шел опять-таки так, как я коммунист 81-го года. Я никогда не изменял свои позиции. Я всегда стоял только на том, что только коммунистическая партия может удержать все блага для людей, восстановить справедливость. И только социализм может создать благо людей. И то, что сейчас, вот День незалежности прошел, 24 августа, и я вот даже смотрел, специально там наши ребята были на телеканале КТР, Крымско-Татарский канал. Хороший канал, я не буду, как говорится, ничего говорить против. Но, что мне там не понравилось, там полностью сидели в студии господа, которые полностью каяли весь Советский Союз и ту систему, которая была. Да, мы признались в тех ошибках, начиная с 20-го съезда и сейчас, и Пётр Николаевич и Компартию Крымы, мы признали тех, которые были упущены, ошибки и так далее. Ну, Юля, кто не работает, тот не ошибается. Но, если бы эти господа демократы в этой ситуации, когда развалили Советский Союз, а когда декларация подписывалась в университете независимость государства, то там же предусматривали, что это будет все равно сохранена вся система социалистического развития. И когда эти три иудушки подписали Беловецкий путь в Пущи, а иудушки по-другому не развивешься. Они же развалили полностью Советский Союз, подписав тогда полностью Шучкевич, Кравчук и Ельцин, подписав это соглашение, они развалили полностью всю ту систему, которая была заложена в Союзе независимых государств. Они это все развалили, и у нас не получилось Союза независимых государств. Но теперь опять-таки возвращаясь к этим господам демократов. Господа демократы, если вы так, извините еще раз повторяюсь, хаете, почему я извиняюсь, потому что это слово непребывное, потому что я не люблю, поймите, оскорблять людей, ну по-другому не скажешь. Но, почему же вы тогда не взяли все хорошее, что было в Советском Союзе, не сохранили плановость, не оставили заводы, фабрики, не оставили сельское хозяйство в том аспекте, которым оно было заложено в Советском Союзе. Не сохранили все рабочие места, не сохранили бесплатную мизицину, образование, не сохранили бесплатное жилье для людей. Взяли бы все хорошее, убрали, как вы говорите, вот вы бы сейчас так не выступали на телевидении и так далее. Хорошо. Ну и сейчас мы согласно понимаем, что СМИ до сих пор еще начинаются жаловаться, создаются комитеты, что СМИ ужимают и так далее. Вот все это, это не политика, это просто уже боль в душе и то, что мы не вернемся, когда мы все по 20, этого уже не будет, уже другое мировоззрение, другой менталитет людей. Но вот вы как молодая, перспективная, журналистская и так далее, Юлия, но даже вот то ваше поколение, закончили институт и будущее ваши дети, они имеют будущее? Вот я вам задаю вопрос. Они имеют будущее? У них есть какая-нибудь перспектива дальше в жизни? Ведь нету. Никакого будущего нету. И что получается? То, что сейчас все радуют, вот нам стало хорошо жить, я помню, как раз в студии была девушка, вот я сейчас сама зарабатываю, я могу съездить за границу, другой там профессор, я не помню его фамилию, я могу 2-3 человека направить ежегодно там в Англию, в Америку на обучение. Да пожалуйста, ну почему только 2-3? А почему не 200, не 200, не 500 человек? А значит 2-3, которые имеют какой-то заработок. А остальные-то этого не имеют. И будущего-то нет. Нету будущего, чтобы у вас была отдельная квартира, и чтобы вы не были заложниками кредита. Нету будущего со стабильной работой, со стабильной зарплатой, и зарплатой с социальным пакетом, а не в конверте. Нету будущего для ваших детей, что не надо бегать в детский садик, и упрашивать, и платить по 4-5 тысяч гривен, чтобы вы взяли в садик, и так далее. Это все я как бы вам, может быть, много как бы выросил то, что для меня политика, это не политика. Политика, это да, это мы с политиками спорим. Политика это то, что идет, вот был такой решил Советский Союз, плохой, сейчас все у нас хорошо за 21 год. Вот, а, недавно посмотрел, знаете, передачу, буквально позавчера, и подробности пустили еще, как бы, дополнение к подробностям, только там уже вопросы задают, ответы и так далее. Я не помню, как эта передача до конца называется, не буду кривить душой. Но, и там молодежь сидит в парке, и подходит к персподенту, задает вопрос. Вот, скажите, пожалуйста, кто был первым президентом в Украине? Они сидят хихикают, говорят, да, может, Кучма, да, может, а не Ющенко Януковича Закон. Но то, что был Кравчук, который предал тогда все эти наши, и был главным идеологом Советского Союза, не Советского Союза, не Советского Союза, а Компартии Украины, который пропагандировал, как все говорят, вот это то, что сейчас творится. Он предал, выбросил свой практически партийный билет, таких я вообще не признаю, потому что он предал нас всех молодежь, тогда, которые были в Компартии, предал всю Компартию Украины, но возглавил тогда, стал, возглавил государство, стал первым президентом. Но молодежь его не помнит, они хихикают. И вот молодежь сейчас вне политики, и это неинтересно. Им хочется, чтобы у них было будущее. Я, может быть, много вам по этому вопросу сказал, но я думаю, вполне понятно, да? Олег Андреевич, расскажите, пожалуйста, какие основные принципиальные позиции предлагает избирателям программа Коммунистической партии Украины на этих выборах? Знаете, вот я, как бы, начал, вот уже вам, да, вот это все, будем говорить, не одну минуту, как бы, затравку диалог, но в первую очередь, в первую очередь, смотрите, к чему я это все говорил. Вы, как говорится, можете угадать мои мысли. Первое, на слове, это вернемся в страну народу. Да, на разных сетях говорят, как вы собираетесь возвращать народу, что вы хотите, как вы заберете заводы, фабрики, вы что, хотите революцию? Нет, революцию мы тоже хотим, только не октябрьскую революцию. Мы хотим мирную революцию, но революцию ту, чтобы люди поняли, что нужно опять вернуть то, что принадлежало народу. Заводы, фабрика, земля, чтобы не было этого делибана, чтобы у людей был социальный пакет, чтобы была бесплатная медицина, чтобы было бесплатное образование, чтобы было не это, как они называют, социальное жилье, а чтобы было доступное, нормальное жилье, пускай даже ипотечный кредит. Это будет мизерный 3-5% кредит, который молодой человек знает, что он его взял, и на протяжении 10-15 лет он ни в коем случае не изменится. И не будет этой инфляции, не будет витка, то, что он возьмет ипотечный кредит, и у него, предположим, сегодня надо ему выплачивать, будет там 100 гривен в месяц, а завтра ему предускажут, что он уже должен тысячу выплачивать. И человек, почему у нас идут самоубийства? Потому что люди налезут в петлю, потому что безвыходное положение не могут это выплатить. Это страшно. Так вот, здесь я вам коротко, как я сказал, у него все равно работа. Но мы не пробуем, революцию можно обойти. Революция должна произойти уже в душе людей. И вернуть это все возможно. Я задавал вопрос даже этим всем господам демократам. Подождите, вы говорите, невозможно вернуть заводы-фабрики. А давайте простой пример. Вы ракуете за Юлию Тимошенко. Вы до сих пор, что она ваш лидер и так далее. Юлия Тимошенко, вы же мне напомните, Криворожстан, она же смогла вернуть сначала государству, когда было припродано пипичку Ахметову. Государство вернули. Они с этими олигархами рассчитались, за сколько купили. Но там есть определенные статьи при приватизации. Если собственник не выполняет эти статьи, то он обязан это предприятие, там уже с ним рассчитывается вернуть собственность государства. Она же вернула. Она, правда, потом перепродала индусу. Все, она перепродала уже по другой цене. Но прецедент был? Был. Почему? Это элементарно можно сделать. Потому что у нас не один владелец заводов-пароходов, будем так говорить, он не выполняет все те условия, которые забиты, когда человек приватизирует, покупает предприятие. Там заложено, во-первых, обеспечение рабочих мест, модернизация производства и пошло, и пошло, и пошло. Они же модернизацией производства не занимаются. Они просто выжимают оттуда все сливки до последнего, потому что это невыгодно. Сокращают рабочие места. Лучше у него работник будет, почему-то работать больше, по 12-14 часов в сутки, как это было еще дореволюционный период, но не 8-часовый рабочий день. Почему они сейчас проталкивают новый трудовой кодекс? Только для того, чтобы заставить людей больше работать. И убрать у них вообще любую гарантию на воздух, на хорошую зарплату и так далее. И вот здесь очень много, я сейчас не буду полностью вам все тезисы говорить, я вам пока сказал коротко, но даже вот если взять мою программу, программу ту, которую я отставил сейчас, для людей, вот вы, Галиной, житель города Симферопада, вам нравится по Симферополу ходить? Очень спорный вопрос. Очень спорный вопрос, правильно. Вот смотрите, я вот как-то с нашими молодыми ребятами беседовал, они как-то брали интервью. Брали интервью в каком-то из парков, под фонтанчиком, подошли к молодым людям и задали вопрос. Вам как нравится сейчас жить в городе Симферополе? Как вам? Комфортно? Хорошо? Да, ребята там всегда говорят, а чем плохо? Вот фонтан, прохладно, чисто, хорошо, веселимся. Ну, стоит отойти с центра города, зайти в свой жилой микрорайон, зайти на просто улицу, вы, идя на своих каблаках, шпильках, вы уже обходите каждую каналку, потому что боитесь поломать шпильку, споткнуться и так далее. Это же не секрет, так оно и есть. Дальше. Вам уже это настроение, если вы идете с города, оно у вас хорошее. Тут вы столкнулись, поломали каблук, у вас настроение поднялось, оно у вас испортилось. Подходите к своему родному подъезду, заходите туда, подъезд оплеванный, лифт не работает, каблук поломан, поднимаетесь вы пешком на 5-6 этаж, 8-й. Настроение улучшается, оно еще ухудшается. Вы приходите уже уставшим, вы уже забыли, что было возле фонтана. Пришли домой, а тут еще горячей воды нет. Жизнь еще хуже стала. Ладно уже, это прошло. Утром выходите, вы опять попадаете в ту же систему, которая есть. Мусорники не убираются, дворы полностью заставлены машинами, машинами загазованность и так далее. Тротуары разбиты. Хорошо это. И вот все. И получается, в центре у нас все хорошо, а там, где люди проводят свою основную массу жизни, это дом, уют, быт, его нет. И здесь, в первую очередь, я сравниваю то, что было 20 лет назад, 21 год назад, когда был еще Советский Союз, во-первых, вся инфраструктура сохранилась оттуда. Все инфраструктуры, я имею ввиду, это и водоканал, и электроэнергия, их газовое хозяйство, практически все, что заложено было тогда. Тротуары и дороги были построены тогда. Сейчас их только просто латают. А латают как? Залатают, чтобы дождь прошел, и я вчера после видения проехал уже по дорогам, там, где латали, уже полностью весь авторасфальт смыли. Все. Это просто не капитальный ремонт, это тут просто латание. Город грязный. Хотя, если вы помните, и сейчас у нас остался, у нас герб был, пчела. Собиратель. Потому что у нас собирались всегда курортники, центр города, центр Крыма, сюда все съезжались и разъезжались. Это что? Город должен как собиратель показывать самую чистоту, полностью показывать свой уют, свое, как бы сказать, открытое лицо. Вы к нам приехали, мы вас встречали. А с чем встречают всех? Грязь, мусор, грязь. Ну, здесь, конечно, можно еще и, пускай на меня не обижаются горожанами, особенно частного сектора. У нас самое страшное произошло то, что люди за собой перестали убирать. Не там же, где, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Особенно частный сектор, вот эти контейнера, вот эти кучи огромные, они сделали у себя, делают у себя ремонт во дворе, в доме, ветки сперед, они все это стаскивают куда? Контейнера. И вот здесь власть просто обязана, думаю, уже давно-давно, чтобы заработала манипансарная спальная милиция, некоторые там полиции, да не обязательства, как они это назовут, но человек наш, он должен знать, что работает закон, что он должен понимать, что закон его может оштрафовать не на 17 гривен, а на 17 тысяч. Тогда он лучше займет машину, приедет к нему машина во двор, он соберет весь мусор строительный и отвезет на свалку. А контейнера стоят для того, чтобы человек мог выгодить на него внести помойное ветро, пакетик с мусором и так далее. А в советское время еще и стояли баки для пищевых продуктов, для хлеба и так далее. И люди пищевые продукты сбрасывали, потому что это отвозилось на свиноферму, тогда они работали, сейчас и свиноферму нету. А мусор вывозили в контейнера, как это положено. Вот, может быть, не радужная картинка для вас, но на самом деле это вправе мы можем сделать. И для этого мы идем не в политику, вот здесь сразу политика, здесь нужно идти по хозяйству, работать со всеми горожанами. Потому что ты идешь сюда работать, ты идешь в Верховную Раду, не заниматься политикой, не спорить русский язык, украинский язык. Это сразу надо отметать и сразу сказать, русский язык как второй государственный, это наша позиция тоже в программе, и здесь даже нельзя этого касаться. Все, это должно быть на этом уровне. И забыть, если бы это давно референдум провели и бы установили, что второй государственный язык государственный русский, наравне с украинскими, а западная Украина научилась бы уважать и любить русский язык, а восточная, украинский, и не было этих всех вопросов, вот что тогда политики занимались. Они же для этого это и создают, чтобы заниматься, чтобы люди думали русский, украинский. Это бы убрался бы вопрос. И лучше бы думали, да, думали о том, как восстановить фабрики, как тротуары сделать, как мусор в улицу убрать, чтобы люди зажили лучше. Виктор Контреевич, буквально недавно вы принимали участие в подписании меморандума о честных выборах. Скажите, пожалуйста, все ли политические силы, которые участвовали в подписании этого документа, выполняют его требования? Знаете, я, во-первых, сразу вам ее скажу, я его сразу не подписал. Его подписал на следующий день. Да, когда нас господин Могилев собрал в Совете Министров подписать меморандум о честных выборах, во-первых, до этого мы не были знакомы с текстом меморандума. И я в присутствии всех журналистов как бы выступил там, что Компартия сейчас из Компартии подписывать не будет. У нас есть коллегиальный орган Бюро Республиканского Комитета Партии. Мы завтра обсудим все на бюро, примем решение и вас проинформируем. Да, мы это решение приняли, что мы подписываем меморандум о честных выборах. Потому что давайте обсудим, а кто не за честные выборы? Можно разговорствовать, да, там уже будет фальсификация и так далее. Нет, мы выступаем за честные выборы. Тем более, там Могилев внес предложение давайте собираться хотя бы пока еще раз. Раз в месяц потом будем чаще и от 6 сентября по идее мы должны будем собраться, будем собраться опять-таки в Совете Министра и обсудить, выполняется ли этот меморандум о честных выборах. Но, что я хочу сказать, на бумаге все хорошо. Но, мы же сейчас просматриваем, что начинается, они уже нечестные. Меморандуми записано, что нельзя заниматься грязной креветой, обливать друг друга грязью и так далее. Я вот вас, покорный слуга, который в вашей студии сижу, я уже увидел на себя уже, вы знаете, в кавычках такую прекрасную листовку, я так много о себе уже узнал, того, что я даже не знал, что я такой богатый, великий, что я тоже владелец заводов-пароходов. Да пусть я пишу, что хотят. Просто мне интересно даже, знаете, мне вот, друзья подошли и задали вопрос, слушай, «А как же ты у Фирташа смог забрать Бахчисарайский цементный завод?» Я говорю, «Так это же, наверное, люди нам наоборот дают понять, что, дорогие друзья, вы ж можете, вы ж хотите приватизировать, так, Олег Андреевич, забирай у Фирташа Бахчисарайский цементный завод и отдавай его людям. Вот это я сделал. Вот здесь они сами же в той, как говорится, свои грязные и грязные листовки не наталкивают на то, что мы на правильном пути и мы все у вас заберем и отдадим все это вам, народу, государству. А не будем, как говорится, по спекрутивным ценам продавать тот же цемент, который делается с нашего крымского сырья, с нашей крымской земли берется полностью. Только сейчас еще завозится клинкера там чуть-чуть. Остальные все карьеры отданы им. Кому? Это все природные богатства крымчан, Украины. А они работают на кого? Они наработают народ, они работают на олигархов. И здесь, я думаю, что 6-го числа я все-таки возьму эту листовочку, хотя там подписаны левые селяне, хотя мне кажется, там идет, ими просто прикрываются, хотя они тоже давали определенную грязь, и мы с ними уже разговаривали. Ну, это только начало. Сейчас пойдут разные технологии, пойдет грязь, я считаю, это нечестно. Если мы хотим работать честно, если мы хотим побеждать на выборах, то давайте, в конце концов, сработаем честно. Чтобы люди могли прийти к кульму, выразить свою волю и заявление более-менее честно, чтобы они знали, что их голос попадет за того кандидата или за ту партию, это будет честно, то тогда это будет честно. А как у нас сейчас люди говорят, а голосуй, не голосуй, все равно как потасуют, так и будет. Это же самое страшное, что люди уже не верят, не верят власти, не верят, как мы говорим, уже политикам, вот здесь я говорю политикам, потому что политики сидят и думают, как же мне обдурить народ, чтобы он за меня проголосовал. А если он за меня не проголосует, то я так их обдурю, что они за меня проголосуют. Вот этого очень бы не хотелось. Спасибо большое, Олег Андреевич. А мы будем надеяться на честный выбор и прощаемся с вами на следующей программе. Смотрите нас на КомТиви и оставляйте свои комментарии. Продолжение следует...